Илья Пономарёв, создатель канала «Утро февраля» у нас в эфире. Илья, приветствую. Здравствуйте. Добрый вечер. Ну, много сегодня про «Легион». Я даже думал, наверное, если бы коммерсант существовал, он бы написал про ваше сегодня событие имя им «Легион». Так много разных организаций. Расскажите, что это за ребята, что это за люди. И мне особо интересно, так как мы с вами давно знакомы, я знаю о том, что вы человек вообще-то левый, и взгляды у вас оттуда, там кто по взглядам из этих россиян, которые хотят защищать свободу Украины и отвоевать, собственно, свою страну? Ну, да, люди совершенно разных взглядов. Давайте начнем с этого. Значит, люди, которые находятся в НРА, вот в партизанской части в России, они больше тяготеют влево, хотя, я знаю, что там есть тоже люди разных взглядов в их структуре, поэтому они себя никак не идентифицируют, не маркируют, как там левое или правое. Но мне кажется, что левая история там доминирует, опять, судя по общению. Что касается «Легиона», там какой-то идеологии нет. Они, скорее, центристы. То есть они сами говорят, ну, мы просто там за здравый смысл, потому что мы до этого никогда в политике не участвовали, и участвовать особенно не хотим. Мы вот считаем, что то, что сейчас происходит, нехорошо, несправедливо. Нам брали отцы командиры, потому что, как мы понимаем, началось это с пленных и с российских бойцов, которые просто перешли на украинскую сторону. И поэтому там какой-то такой вот окраски идеологической нет. А РДК, наоборот, это там ребята, которые находятся на самым правом фланге политического спектра. Они будут говорить там ультраправые, но это сильно правые. Люди, националисты, которые там с 14-го года воюют в Украине, воевали там многие в Азове, в многих других подразделениях, в добровольческих батальонах. Поэтому это четко правый спектр. А вот хотелось бы еще узнать, какие основные отличия от того, что делает и вы, и антивоенного комитета, который был создан в Вильнюсе, и они тоже подписали там декларацию. Мне представляется, что у вас разные методы, но схожие цели. Все-таки есть ли между вами какое-то сотрудничество, общение, взаимодействие? Ну, знаете, естественно, если говорить, что цель у нас свободная, процветающая, демократическая Россия. Ну, понимаете, даже это каждый может видеть по-своему. Совершенно верно, совершенно верно, да. Потому что мне бы очень хотелось было, чтобы это была действительно демократическая Россия, в которой власть не демократов, а демократии. И в этом есть существенная разница, потому что власть демократов мы проходили в 90-х годах, и очень не хочется туда возвращаться. Действительно, есть расхождение по методам. И я же был одним из создателей Вильнюсского форума. Входил в самый первый состав форкомитета, и потом был членом постоянного комитета, основного управляющего органа этого самого форума. Но мне кажется, что сейчас они очень сильно мигрируют в сторону вот такого вот антивоенной повестки. А у меня, наоборот, скорее дрейф происходит в сторону военной повестки. И в этом смысле есть, конечно, принципиальная разница. Потому что я считаю, что с 24 февраля уже призывы к миру, умиротворению, ненасильственному протесту, они закончились. Что сейчас только винтовка рождает власть, и только штык может свергнуть Путина с его позиции. Мне кажется, что ненасильственный протест, он уже показал, что он не работает. Но я же не против. То есть кто-то хочет заниматься ненасильственным протестом, кто-то хочет заниматься чисто журналистской, просветительской какой-то деятельностью, кто-то вообще занимается малыми делами, по-прежнему находится на территории России, старается там просто про войну не говорить, но вот там делать то, что он сейчас может. Ну а вот кто-то воюет. У каждого свои методы. Я считаю, что не надо друг на друга наскакивать, не надо никого друг друга обвинять. К сожалению, мы видим, что вот те, кто собираются в Вильнюсе, их организаторы, руководители, да, они очень любят всех других сразу обвинять в том, что они борются неправильно. Вот у меня там явили персоны Иннонграта в Вильнюсе. Но для меня они персоны Грата, да, то есть я очень рад, если они приедут в Украину, можно провести этот же форум в Украине, посмотреть, как это здесь происходит. Если они будут помогать не словом, а делом, вооруженным силам Украины, будут помогать военной победе над путинизмом, это будет прекрасно, и я думаю, что наши отношения от этого только укрепятся. А скажите, Илья, какой потенциал военного сопротивления, ну, прямого действия, да, акции? Это, опять же, в истории левого движения в России это не только штык, это много чего, и не только из давней истории тоже. Насколько потенциал этот вообще велик? С чем мы имеем дело? И тоже важно, насколько российские спецслужбы, которые очень любят тех, кто хочет заниматься акциями прямого действия, могут внедриться, использовать это, в том числе для своих целей? Ну, они, во-первых, не только могут, они внедряются. И существуют провалы. И вот две недели назад двух наших товарищей убили в Волгограде. То есть это происходит. Ну, еще раз скажу, это война, и на фронте стреляют, убивают, есть раненые, убитые. Есть люди, которые захвачены в плен, которые находятся сейчас в российских тюрьмах. Ну, они сознательно сделали этот выбор, что они занимаются такими вещами, которые, понятно, что входят в прямое противоречие с Российским уголовным кодексом. Но это война. Точно так же люди, которые находятся на фронте, понимают, что может прилететь в ответ. И тоже среди российских подразделений есть уже и двухсотые, и трехсотые. К сожалению. Но, опять-таки, это война. И то, что они появляются, это не повод не бороться. С той стороны потери должно быть просто больше. В декларации также есть такой момент, что необходимо информировать жителей Российской Федерации о том, как по-настоящему обстоят дела. Конечно, я перефразировала в сути, собственно, своими словами, но я думаю, вы согласитесь, что такой пункт и такие цели все-таки есть. Но мы не единожды уже говорили в наших эфирах с экспертами о том, что в России нужен действительно такой лидер, который оппозиционный Путин, за которым действительно люди захотят идти, и как минимум к которому люди хотели бы и могли бы прислушиваться. Как вы думаете, этот лидер был, есть? Если такая возможность, что он появится, вот как вы этот момент оцениваете? Лидера делает не сам лидер. И даже не движение, которое его выдвигает. Лидера делает лидером народ, который его таким признает или не признает. Конечно, у любых революционных событий будут лидеры. И не один, но будут несколько лидеров. Главное, чтобы это были люди, которые готовы на эту самую революцию, которые ее хотят, которые ее не боятся, которые не боятся и свою жизнь принести на алтарь этой самой победы. Это является самым важным. Как только начинается разговор о том, что что-то слишком страшно, и вот если мы будем это делать, то нас убьют. Ну, это значит, что это не лидер, а не просто. Ну, может быть, политик в спокойной ситуации, такой политик может себя реализовать. Но в нынешней ситуации должны быть те люди, которые готовы идти до конца. И, конечно, такие люди. Есть вот примеры партизанского движения и военного движения. Каждый из тех людей, кто там воюет, и я горжусь знакомством с каждым из них, это те люди, которые готовы идти до конца. Нет, нет, я спрашиваю именно, знаете, о противопоставлении коллективному Путину. То есть есть несколько очагов оппозиции, которые каждый по-своему борется. Но вот насколько их сила была бы больше, например, в объединении, в каком-то консенсусе, и насколько это вообще возможно? В этом объединении будет рождаться не сила, а слабость. Потому что люди, которые смотрят на все это, простые граждане страны, они должны найти то, что им нравится. Когда ты объединяешься, у тебя складываются, грубо говоря, антирейтинги, говоря политтехнологическим языком. Если у тебя есть кто-то, кому не верят, то, соответственно, люди туда не приходят. Чем больше фигур пытаются просто механически собраться в кучу, тем меньше будет уровень поддержки у подобной организации. Объединяет идея. И вот идея должна вести за собой. Все личности, они должны быть подчинены вот этой самой идее. И если наша идея – это вот эта революция и будущая мечта о России, в которой будет процветающей, которая будет свободной, которая будет состоятельной, то вот за этой идеей надо идти. И для нас самая, на мой взгляд, страшная вещь, которая есть, и в которую Путин все время бьет, он все время бьет в тему о том, что оппозиция хочет возвращения в 90-е годы. И вот этого ни в коем случае нельзя допустить. Это самая хелесовая пята. И поэтому любое объединение с людьми, которые ассоциируются с 90-ми годами, это вот все гибель тут же и сразу. А сейчас еще и возникает вот эта вот история про решимость. Потому что, посмотрите, в какую депрессию погружено российское общество, и в том числе оппозиционно настроенная часть. Они же не верят в свои силы. Они считают, что ничего невозможно сделать. Как сказал сам когда-то Путин, единственное, что вы можете, это выйти на митинг, получить дубинкой по голове и мерно цокая копытами удалиться вдаль. Но этого никто не хочет. Никто не хочет садиться в тюрьму ни за что. Одно дело за решительный протест, за результат. То есть хочет человек, чтобы унести вместе с собой какого-то гада из этой самой власти. А просто так на халяву пойти в тюрьму, то есть облегчить Путину его работу, никто этого не хочет. Поэтому нужны люди, которые идут до конца. Безусловно, да. Доверие – это очень важный момент. А кто главным образом верит в политический центр вооруженной борьбы? Я имею в виду, кто поддерживает? На данный момент поддерживают, собственно, участники этих самых организаций. Это самое важное. Потому что здесь уж точно мы говорим про действия, а не про политические действия. Так же? Финансирование на данный момент через нашу линию никаким образом не проходило. Скажем, на «Легион». То есть на НРА я там помогал немножко какими-то финансами. Но им больше не деньги нужны, им больше, скорее, разные технические ресурсы. И медийная поддержка. Но все, что можно сделать, мы, конечно, для них делаем. Сейчас, конечно, это вопрос, что вывести это на новый уровень. И нам нужно начать нормальную полноценную кампанию фандрейзинга, в которую бы люди могли донейтить. Но это одна тоже из причин, почему надо сформировать вот такой вот отдельный центр. Потому что иначе это будут деньги, которые приходят непосредственно на либо военные, либо на партизанские действия. Это многих останавливает, потому что кто-то боится стать там спонсором терроризма. И поэтому нужно, чтобы деньги могли прийти и ходить на политическую структуру. Но дальше они все равно пойдут в эту самую военную, конечно, деятельность. По поводу медиаподдержки, Илья, вы сказали, я тут немножко вернусь к вашему триумфальному эфиру на утре февраля, когда вы рассказали о том, что НРА имела отношение к убийству Дарьи Дугиной. После этого, чего только не началось, вы наверняка видели, вам вспомнили все ваше российское прошлое, происхождение из номенклатурной семьи, проект закона о цензуре в интернете, Суркова, Сколкова. Но это все я не хочу вспоминать, я хочу вспомнить вот что. Уже вспомнили. Да, хочу вспомнить вот что. Хочу вспомнить на канале Тимпачи, это известный такой канал, было написано про Барановского. Это человек, с которым вы были в эфире непосредственно, когда рассказывали про Дугину. Он известен тем, что помимо того, что крайне правых, как вы аккуратно сказали, был взглядов, также дружил с Тешиным журналистом, состоял в организациях, которые были аффилированы с Кремлем, в крайне правых и не очень чистых организациях. Я не хочу его обвинять, я хочу просто узнать, как он оказался в Киеве на утре февраля, как он оказался вашим соратником, и может быть это хороший националист, а не плохой, какие были в той компании. Разумеется, это хороший национализм, иначе бы я с ним не общался. Ну, то есть Алексей прошел всевозможные проверки, и не одну. В тот момент, когда я с ним познакомился, он служил в терроробороне правительственного квартала, а там люди проходят еще дополнительную проверку, помимо той проверки, которую он проходит в нашей структуре, которая уже очень серьезная. Поэтому я, конечно, абсолютно уверен, что это настоящий верный соратник. Ну, а что касается прошлого, то, вы знаете, у меня такое количество было друзей, знакомых, и даже помощников, это же вообще не сосчитаю. Жизнь раскидала людей по разным углам баррикад. Важно, что человек делает сейчас, и где он находится после 2014 года, и особенно, конечно, после 24 февраля 2022 года. Ну, да, понятно. Я думаю, те, кто хотел узнать о том, что с Барановским, это услышали от вас. И последнее маленькое уточнение еще от одной журналистки, которая тоже вас комментирует, от Юлии Латыниной. Вот вы так четко рассказываете о том, что НРА имела отношение к этому. А что же произойдет, если вдруг ФСБ или сами, или кто-то силами международных расследовательских корпораций, которые работают и существуют, докажут то, что это ФСБ сделало? Что это такая версия тоже существует? Что вы будете говорить в таком случае? Ну, это называется не докажут, а это означает, что сделают предположение. Сделают предположение. Да, поэтому любое другое предположение, оно будет заведомо ложным. Но, конечно, они могут так написать. И на данный момент мы понимаем люди, которые заинтересованы в том, чтобы так написать. И российская оппозиция, которая за неносительный протест, она, конечно, хочет сделать вид, что этого не существует. Точно так же, как и российская ФСБ хочет сделать вид, что этого не существует. Даже для российского ФСБ гораздо более выгодная версия, что это сделало ФСБ. Ну, вот они там дошли, козла отпущения, значит, какую-то украинскую женщину с поэтической фамилией Вовк, которая приехала под фальшивой фамилией Заяц. И вот эти все, ну погоди, они, значит, клеят как супероперацию украинских спецслужб. Но это просто потому, что если они признаются перед Путиным о том, что они не могут справиться с партизанским движением, за это можно и погоны на стол положить. Но так получается, что есть сейчас очень много сил, которым это правда невыгодно. Ну, что мы боремся с ними. То есть мы говорим о том, что они говорят неправду, а то, что эта организация действительно существует. Спасибо, Илья. Будем следить за деятельностью легионов, легиона и вообще всячески интересоваться. Это действительно важное, интересное движение. Спасибо, что пришли время. К нам включится Илья Пономарев, бывший депутат, в прошлом депутат Государственной Думы России. А сегодня с его участием было подписано новое соглашение из нескольких российских легионов, которые борются на стороне Украины.